Издательство «Эксмо» представляет Валерий Шарапов Вор крупного калибра Бывалый сержант Истопщук сообщил, что с фронта прибыло крупное пополнение. Причем все как на подбор. Командиры разветрот, штрафбатов, волкодавы-чистильщики, а кто-то клялся, что видел одного с дипломом юриста. Но это не конкретно. Я так понимаю, Серега, спустят тебя обратно в участковые. Заметил старший товарищ, балуясь кипяточком, с превеликим аппетитом. Акимов возмутился. С чего это вдруг? А с того, что с висяками у тебя глушняк, скаламбурил Истопчук, собирая хлебные кружки и посылая их в рот. Кроликов Бабкиных отыскал? Нет. А Энку этого, как его, заслуженного пенсионера наполеоновских компаний, который кровь мешками проливал, ну ты помнишь. А этот теткин пропавший отрез, как его, черт аль, гиппопотама, мадапалама, угрюмо подсказал Сергей. Да, эта дамочка со своей мануфактурой попила у него кровушки. Сержант продолжал изгаляться и перечислять тыча пальцами в больное. А Сергей, хотя искрежетал зубами, внутренний был вынужден признать, что во многом товарищ прав. Он огрызнулся лишь для проформы. Хорош гнать-то. И замолк. Потому что мы слишком упрямая грызла. А ну, как и вправду, тогда крышка. Полная профнепригодность. А еще и позор. Потому что прилюдная выволочка получается. Его, боевого офицера с удостоверением годичных курсов следователей, который, как ни крути, все-таки обезвредил банду домушников. Спустить на землю, как в сортир, тогда уж лучше сразу копать канал какой. Да вот пусть попытается, черт кривой. У меня благодарность от самого генерала. Пусть только попробует. Иначе... Храбрился Сергей. Иначе что? Насмешливо вопрошала совесть. Сам перед собой он должен был признаться. Да, с раскрываемостью у него швах. Фортуна следовательская дама переменчивая. Любит долги ухаживания, терпения и труд. У него с Сергеем с ухаживаниями не ладится. Не получалось, как следует общаться с людьми. Да и работа со свидетелем упрямо не давалась. Потому что тут требовались не быстрота, не нахрап, а умение промолчать, выслушать, подход найти, не напугать, а то и прогнуться. Когда и вдарить мотыгой, но лишь за тем, чтобы расчистить русло для потока информации, направить его куда следует и выудить нужное. И размышлять, честно говоря, он еще не умел. И соображать, понимать логику происходящего, мотивы чужих поступков, не владел наукой выявлять причины и следствия, а то и путал их местами. Хватался за первую попавшуюся версию и увязал в ней, по-детски не допуская вариантов. Всему этому надо было учиться, но для начала признать себя не учим. И было это безумно трудно. И вот настал день, когда новое начальство потребовало его к себе. Акимов намертво придавив сомнения в собственной профпригодности, заносчиво выслушал констатацию того, что и сам знал. Низкий процент, все сроки прошли, жалобы и прочее. Вздернув подбородок, заявил чуть не звеня от злости. Разбираемся как положено. По документам, по удостоверению, я следователь. Новый начальник капитан Сорокин Николай Николаевич был, как и предупреждали, не сахар. Кривой, придирчивый, въедливый. Глаз, говорят, ему еще до войны выбили, поэтому для фронта его забраковали. Все это время он, как с тайным высокомерием полагал Акимов, кантовался по тылам, по чьим, правда, не уточнялось. И вот этим-то единственным глазом, острым и красным от постоянного недосыпа и табачного дыма, он смерил Сергея с макушки до ног, как бы прикидывая, с чего приступить к потрошению. И начал с главного. Ты, товарищ Акимов, личинка, а если совсем по-народному, по фене, значит, то салага. Не скажу шестерка. Да я... Вскинулся Сергей. Ты про банду домушников? Так брюхо-то старого не помнит, друг мой. Было и прошло. Можешь забыть. И накрепко другое запомни. Твои достижения и в особенности курсы твои. Это тьфу и растереть. Уровень твой покамест. Участковый на земле. На самый, что ни на есть, окраине. Понял? Акимов, играя жилваками, молчал, но уши уже начинали гореть. И не вздумай бы хвалиться, строить из себя крайнюю справедливость. Мол, я бы сожжал, да по рукам дают. Знаю я вас. Вчера вылупились. Торбохвата грязного заловили случайно, по его же пьяни. Прокурор по шапке надавал. Отпустили. Аннате ходит по пивнякам, гимнастерки рвут на грудях. Мы, мол, ловим, а они отпускают. Да я... Снова всколыхнулся Акимов, и снова Сорокин прервал его. И про я забудь. Букву эту забудь. Есть мы, органы. Мы, милиция. И мы, милиция, на то и работаем, чтобы они не были вынуждены отпускать. Они — это, которые пусть и с опытом и высшим образованием, а представь, тоже служат такому же советскому правопорядку, законности. Или хочешь сказать, что прокурорские, судейские, наши советские люди спят и видят, как бы всех кровососов, да вновь на волю? Акимов покачал головой. Эва, куда руководство занесло, в какие высоты. Значит так. Ты не просто преступника берешь, вываливаешь, как самосвал. Во, я привез дальше сами-сами. Твое дело — спеленать его так, чтобы у других служителей закона нашего, основного закона, будь то прокурор, эксперт, суд, были все основания полагать. Вот он, преступник, а ни в коем случае не неповинный, честный советский гражданин. Ясно? Да не совсем. С одной стороны, вы... Я? Прищурился Сорокин. Вот клещет на глазы. Руководство? Поправился Акимов. Настаиваете, давай скорее, выявить и задержать. А теперь, оказывается, не только держи-хватай, надо еще работать и за людей, как вы правильно говорите, с опытом и высшим образованием. Прокурорские, эксперты, суд — это все потом. А я — первое звено, основа, и от меня все зависит. И если я где напортачу, то все правосознание рухнет. И как мне вот это все обеспечить? Ведь образование всего такого, как это вы себе представляете? Технически. Сорокин внимательно выслушал и скривился, подняв ладонь. Все. Достаточно. Хитренький ты жук, Акимов. Излагаешь гладко. То есть вы меня не так выучили, а спрашиваете. Так? Акимов начал понимать, что зря он все это начал. Теперь возвращаемся к тому, с чего начали твои курсы следователей. Выучили тебя, друг мой. А дальше — именно сам-сам. Развивайся, анализируй, образовывайся, чтобы не остаться чуркой с глазами. А главное — с людьми разговаривай, общайся, изучай людей. Стань для них не просто своим или таким же, как они. Им стань. Или ими. Вот с кем общаешься, тем и становись. Только так можно по-настоящему в душу влезть, так, чтобы люди сами к тебе пошли, сами просили выслушать. Понял? Тогда так получается. Проще при задержании того, предупредительным в голову, а второй уже в воздух, проворчал Акимов. Давай, милый, давай, поддакнул Сорокин. Если совести, правосознание, да и что и кивоки разводить, ума не хватает, так и поли. Людей-то у нас еще много осталось. Всего-то двадцать миллионов полегло. И тот, по которому полишь, не разобравшись, без достаточных на то оснований, он-то, конечно, ни чайный муж, ни сын, ни брат, ни руки рабочие. Чего его жалеть? Ненавидел Акимов такие вот разговоры. И повороты такие. Ведь чувствуешь свою правоту, понимаешь, что в целом прав. А вот на деталях, на косвенном, берет начальство и так вдруг все повернет, что вот уже и уши не краснеют даже, а пылают. И что ж, выходит саботажник я, а не опер. Тяжело точно булыжники, языком ворочая, проговорил он. Удостоверение на стол, кайло в руки. Вот видишь, доходит до тебя, одобрил капитан. Начал понимать, чего на самом деле стоишь. А все потому, что опыт. Ты, боевой офицер, летчик, человек с высокой степенью ответственности. Самолет тебе доверяли, плод труда тысяч человек. Вот и со всей ответственностью спускайся на землю, мотай на ус. Ты не думай, что я тебя в ковер закатываю, издеваюсь. Ты же сам командовал, понимаешь? Я и не думаю. Вот и молодец. А то приходит иной пацан, понимаешь, из тех, кому под танки хотелось, да не успели. Ему бы пистолет да гранат побольше. И работу свою видит, не как созидание, а как разрушение. Сплошная погоня, засада, пальба, поножовщина. Будет что девчонкам рассказать? Сорокин оборвал свою речь и прищурился. Сам о таком мечтал? Нет, конечно. Что я? Не понимаю? Огрызнулся Сергей. Вот и я говорю, мирно продолжал Николай Николаевич. То, что для кумушек на лавочках, да для девочек на танцах героизм, то для нас, сотрудников советских правоохранительных органов, топорная работа, нечеткие действия при задержании, а то и саботаж. Понимаешь, о чем я? Акимов заверил, что понимает, хотя не очень. Поспешил, спугнул, недоучел. Доказательств мало. Ты пойми, преступник, он не дурак. Если ты все сделал, как надо, он и сам понимает, нет надежды, нет лазейки, то он и сопротивляться не станет. Зачем? Одно дело, если невменяемый, тут я не спорю. Но это исключение, не правило. А на деле нормальный человек, даже головорез, понимает, если все доказано, то идти некуда. Все равно возьму, только уже с прицепом, сопротивлялся при задержании. И нарисует прокурор. Я тебе уверяю, с превеликим удовольствием. Уже не восемь годков, а все десять. Акимову показалось, что он все-таки уловил какую-то неувязочку и не приминул по горячности вставить. Прям-таки, прям так-таки некуда идти, Николай Николаевич. Скажете тоже. Годами бегают. Сороки наш руки потер от удовольствия. «Прости, про таких, как я, говорят, связался черт с младенцем. Ждал я твоей ремарочки. Но ты же сам понимаешь, как еще учить-то вас, умников. А на твою реплику отвечу так. Если прямо сейчас кто-то и бегает, то ненадолго это. Эх ты, следователь! Не было тебя под Берлином в марте-апреле сорок пятого. А то бы... Акимов насторожился. Как же! Говорили по тылам, одноглазый кантовался. А то бы что? Осторожно спросил он. Да ничего. Это со стороны казалось. Крах, паника, толпы беженцев. Что ты? Осведомители работали, как часы. О каждом информация поступала минимум из двух источников. От соседа и от жены. Ну, неважно. Идею понял. Не совсем. Поясняю еще раз для особо одаренных. Терпеливо сказал Сорокин. Если в организирующем рейхе система надзора карательного государства продолжала работать в лучшем виде, то как ей не работать у нас, в стране, спаянной военными годами, великой победой, совместным трудом? Начальник поднялся, прошелся по кабинету, встал у окна, опершись на подоконник. Бегают, говоришь? Ну, пусть бегают, пока есть чем. Бегают, само собой. Людей убивают, документы подделывают. Да и есть где приткнуться. Западная Украина, Молдавия, Прибалтика, да и Сибирь. Но я тебе так скажу. Недолго им бегать. Если каждый из нас на своем месте, в своих пределах будет бдительным. Само собой, по тайге, по тундре, да и просто в лесу, еще не разминированном, есть где сховаться. Только ведь попытку одиночества мало кто снесет. А ну, одиночество-то, страшнее голода и тюрьмы. Даже самого строгого режима. А среди людей не утаишься. И с каждым годом все труднее и труднее будет. Это почему ж так? А потому что работает система. Прописка. Паспорта даже в деревне. Потому что и сейчас, и в участковых, и в отделах кадров такие зубры сидят. Похлеще смершевцев. Потому что проходные с вахтерами, общежития с комендантами, потому что лесники, сторожа со сторожихами. Это не считая бдительных пионеров. Вот с этими мой тебе дружеский совет. В контакте всегда находись. Бесценные ребята. До всего им дело есть, до всего докопаются, все примечают. И от чистого сердца желают родине послужить. Ясно? Так точно. Вот так и служи, подвел черту Николай Николаевич. Времена трудные, квалифицированных кадров нехватка. Бандиты до варьёра споясались. Неучтённого оружия фронтовики понавезли. Да и после победной амнистии... Да. Под нагадили нам. Теперь так. Тут сигнал поступил с лётчика-испытателя. По дачам лазают. Вот отправляйся туда и разберись, что там да как. Помни только, что там не простые люди, а со связями. По-культурнее, в общем. Проявишь себя как следует. Вопрос о том, чтобы на землю тебя спустить, рассмотрим в положительном для тебя ключе. Усёк? Усёк. Угрюма ответил Акимов. Свободен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok